Прихожу к тебе я И любовь твоя сильна Ты любишь, ты прекрасен, ты любишь И другого нет, как ты И другого нет, как ты Ты любишь, ты прекрасен, ты любишь И другого нет, как ты И другого нет, как ты И любовь твоя сильна Субтитры создавал DimaTorzok 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 А вдруг умрёт, ну что тогда? Здесь приключилась остановка И тут же женщина одна Что говорит ему она? Да что же может быть важнее, чем жизнь спасти? Беги, беги, душа томится, рвётся в теле Ну что же, что же мы стоим? Коснулся кто-то, лих знакомый О, да, узнал, то мой слуга Принёс известие из дома Ну как там, дочь, она жива? Но лейко пущен, взор печален Гонец промолвил, умерла Что? Умерла? Мы опоздали? О, дочка милая моя! В мгновение силы ослабели Вдруг загружилась голова Но твёрдый голос, только веруй Не бойся, будет спасена Поставил на ноги отца И вот неспешно все гурбой Причек пришли к начальнику домой А там рыдание, стон и бой К девице в келью взяв Петра Иоанна и Якова, отца Вошёл спаситель не спеша Увидев мать и всех в слезах Сказал, не плачьте, спит она Раздался смех вдруг из угла Да что мы слышим? Что за бред? Вот очевидную трупную следу Давно в девице жизни нет Болтливых выслал за порог Девица, встань! Сказал пророк И что за чудо С этих слов дитя глаза открыло вновь Немедленно встав к отцу прижалось Для всех всё это сном казалось О, что за сон! Как сладок он! Забри же время навсегда Дитя, ты встала! Ты жива! Теперь не отпущу тебя! Вот так Прижав груди дочурку Стоял отец Боясь дышать Не шевелять А то, как будто её мог снова потерять Отец очнулся Нет, то не сон Все разошлись Отец очнулся Теперь он понял То не сон Вот мать Вот дочь К ним прикоснулся А где пророк? Ну где же он? Ушёл? А имя как? Спросили? О, да, Иисус Ты помнил я Нет, он не лжец Как говорили Он Божий Сын Он Царь Мессия И Царству Сына Нет конца Беда приходит в дом Нежданно И потому не дашь отпор Калечит жизни Рушит планы Вносит страшный приговор В такие дни нам одиноко Бессильны мы перед бедой О, как хотелось, чтобы кто-то Пришёл надёжный и большой Нет, не за плату Не за деньги А просто так Как брат Как друг Рванул судьбы жестокое звенье Чтоб всё обратно повернуть И, к счастью, мы не одиноки Мы не заложники судьбы Теперь всё знаете Поймёте Ты кто спасает от беды? Ответ пришёл из старины Аминь Сауна АПЛОДИСМЕНТЫ Ирок уведения Сегодня Нам сегодня Москва Задала такой хороший тон Спасибо большое У нас гости из Московской церкви Пятидесятся Давайте поприветствуем Капитально Попозже подъедет Пастор в церкви И хочет у нас послужить Я с радостью передам ему микрофон Тема проповедей сегодня Щадящие и не щадящие посты Можно было написать Беспощадные посты даже Потому что Сегодня пойдёт речь О тех постах Которые на самом деле Можно сказать Зачем это собой делать Вообще Зачем на это шли святые люди И как там действительно Появляются такие разные вопросы Мы постараемся сегодня разобраться Первое место Которое я хочу Сегодня открыть Ну перед тем как Начать сегодняшнее служение Сейчас я Первое место Это второе послание Коринфян Я сейчас открою 11 глава 16 стиха Тут у меня что-то с электроникой Немножко Потому что когда жара Начинается Иногда хочется вообще шорта Ответь Тогда я меня со всех не пойму Отсудят Я честно говоря Рад, что я не похож На такого Ортодоксального Пластического священника Потому что Когда я этот вопрос исследовал И подумал Что если бы это было так важно То Иисус Христос Сам Господь Бог Он пришел бы В таких вот Позолоченных Ризах Но он пришел Как? Он пришел как Обычный человек Правда На нем не было Каких-то Таких Помпезных Каких-то Афеш На нем не было Какой-то Позолоты На нем Была Риза Которая Что? Которая Шила ему Кто? Его Родная Мама И он Все свое Служение Служил Вот в этой Ризе Которая была В ручной Работы Я думаю Представьте Се отца матери Когда Вот Иисус Пронес Все свое Служение Мощное Служение На самом деле Показал Удивительно Просто Много чудес И вероятность Церения Воскрешения Измерков О которых Сестра Так же читала Сихотворение И вот Представьте Се отца матери Когда Вот Там Уголковского Креста Когда Иисус Креста Сокровавлено Тело Сорвали Эти Ризы Его Распяли И На глазах Матери Вот эти Ризы Окровавленные Ризы Которые Она сама Своими руками Шила Войны Дивили Между собой Как вы думаете Что она Чувствовала Что у нее Было На сердце Когда Я начал Искать Бога Я обошел Очень много Я ни в коем случае Не в осуждении Но это мой личный опыт Я входил В разную Артодексальную церковь Я видел Священников Очень красивых Высоких У которых Хорошие Поставленные Голоса Они просто Пасом Совершали Какие-то такие Песнопения Проводили служения Мы стояли На этих службах В каком-то Даже Оцепенении Но Когда Я сходился С этими Священниками Потому что В принципе Я Думал Что я родился Психологом Это моя Какая-то суть Поэтому Это была Я поэтому Поступил В мединститут Именно на эту Специализацию Я исследовал Жизни этих Священников И вдруг Я был На самом деле Просто Удивлен Ну не то что Даже удивлен Я бы сказал Шокирован В том плане Что когда я видел Их на служении И потом их видел В личной жизни Я увидел Что это совершенно Две разные вещи Просто Первый священник Который узнал Конечно Оказался Абсолютно Спившийся Пьяница Алкоголика Ну это я Ни в коем случае Ни на кого Не наговариваю Потому что Об этом знали все Об этом знала И вся паспа О том что Этот священник Пьет Ну а что он Сделал Он тоже человек И сама паспа Объясняла Оправдывала Этот священник О том что Он тоже человек Может позволить Себе такую слабость Пошел в другую церковь Через какую-то Выяснилось В другой церкви Священник Оказался наркоманом Наркотически Зависимым человеком На самом деле Несчастный человек И при этом Продолжал Вести служение Можете себе Представить Или вы даже Не допустили Комбону Понимаете Не то что там близко А здесь паспа Знает что Священник Наркозависимый Чуть попозже Выяснилось Что даже Ну как В другой Ортодесальной Мечеть Я могу так прямо Сказать Потому что Об этом знал Весь город Священник Мула Оказался Не просто Наркозависимым Он оказался Наркодилером И тогда Мы просто Вот так Разводили руками Ну что Что творится Вообще Как такое Может быть Вообще Церкви Или в каком-то Религиозном Вообще Направлении Кто несет Или кто Служение И кто ведет Нас за собой За кем Мы идем Вообще И слава Богу Что И при том При этом При всем Вот эти священники Они говорили Ни в коем случае Не ходи Вот в эти Евангельские церкви Это все Секты Они вообще Там с ума Сходят Они там Подходили с ума И мне все Было тогда Интересно Думаю Вот Посмотреть Просто так Влазком взглянуть Хотя Мне запретили Но Хотелось просто посмотреть И я как-то Рассказывал Что меня как-то Одна сестра Пригласила Пратестантскую церковь Я первый раз прошел И слава Богу Что Я Повстречал На своем пути Священников Которые На самом деле Они Говорят То есть Они не двой души Как апостол Ну Воскресает Потому что Не будьте двой души В служении Мы говорим одно В жизни Мы Ведем Совершенно обратно Жизнь Которая Не соответствует Евангелу И Эти священники Они мне показали Истинный пример Они не носили ряс Они были Обычными людьми Но Они были Именно такими Простодушными Истинными Священниками Которые на самом деле Несли Очень такое Открытое Откровенное служение И подавали Пример Я видел Я видел Что эти люди Тоже Ошибаются Я видел Что эти люди Тоже Делают Какие-то Падения И так далее И тому подобное Я увидел Что это Люди Самое главное Беспорочные У них нету Какого-то порока Они не алкоголики Они Не наркоманы И тем более Наркодели Они действительно Искренне Стараются Нести служение Если даже ошибаются Они тут же Бегут В покаянии Нашему Господу Иисусу Христу И поэтому Слава Богу Что у нас есть Хорошие примеры На сегодняшний день Хотя мы живем Последнее время Хотя сегодня Я вас не призываю Потому что Вот только в евангельских церках Все прекрасно Все хорошо Да И есть К сожалению Сегодня В евангельском направлении Плохие примеры Но Мы учимся Как следует Даже не за человеком Ами Мы учимся Как следует За нашим Господом Иисусом Христом Даже если человек Упадет Мы призваны Поднять его Моясь Господу Иисусу Христу И продолжать Следовать вместе Да Поднимать Подняли Помогли Молимся дальше Идем дальше Вместе За нашим Господом Который Никогда не ошибается На самом деле Никогда Не совершил Во всем Богослужен Греха Не сделано Абсолютно Святой Человек На сто процентов На сто процентов Бог Который явился Воплоти На нашу Землю И просто Стала здесь Чудесная Евангелия Сегодня Первое место Которое Я уже открыл Второе Послание Коринфянам 11 глава 16 стиха Апостол Павел Пишет Еще скажу Не почти кто-нибудь Меня Неразумным Что тому же А если не так То примите Меня Я думаю Что просто звук Можно немножко убрать Еще раз начну Еще скажу Не почти кто-нибудь Меня неразумным А если не так То примите Меня Хотя как неразумного Чтобы им Несколько нибудь Похвалиться Чем хочет Апостол Павел Похвалиться Что скажу То скажу Не Господи Но как бы В неразумии При такой отважности На похвалу Как многие Хвалятся по плоти То я буду хвалиться Немножко Введу Такой В ракурсе Экспорт Тематики Потому что В то время Языческие церквиа Начали приходить Из Иудии Из Иерусалима Именно религиозные Такие Лидеры Деятели Которые Отвращали Язычников И Составляли Их Обрезаться Исполнять Закон Моисей Апостол Павел Пишет О том Что они Хвалились Эти иудии Приходили Хвалились Говорили Я Какой-то Священник Я С какой-то Ортодоксальной Синогоги Меня Приславили С такими Письменами У меня Есть такой Весон Авторитет Поэтому Я Призываю Нас Обрезаться И так далее И так далее И так подобное Апостол Павел Пишет Я тоже могу Хвалиться Вы терпите Когда Кто вас Порабощает Потому что Эти иудии Конкретно Начали Порабощать Когда Кто Окидает Когда Кто Обирает Когда Кто Превозносится Когда Кто Бьет Вас В лицо Даже На длинную Слову Они Даже Били Их В лицо К Суду Говорю Что На Это У нас Не Доставалось Сил А Если Кто Смени Хвалиться Чем Либо То Скажу По Неразумию Смени И я Они Не Евреи И я Израильтян И я Семя Враво И я Христовы Служители В безумии Говорю Я Больше Я Гораздо Более Был В Трудах Безмерно В Рамах Более В темницах И многократно При Смерти От Людей Пять Раз Давно Мне Было По Сорока Ударов Без Одного Потому что По Закону Нужно Было Дать 39 Ударов Фарисеи Были Очень Три Раза Меня Били Балками Однажды Камнями Побивали Три Раза Я Бил Кораблекрушение Ночь И день Пробул Во Глубине Морской Исторические Факты Говорят Что Апостол Павел Как-то Просто Плавал В Океане Именно Это Имеет Свету Что Он Целый Ночек И Целый День Выброшенный С корабля Он Просто Плавал В Глубине Это И просто Плыл И Кто-то Его Подобрал Много Раз Был В Лореди Разборников В Лорannya Или День Единоплемейников В Опасность От Язычников В Опасности В В Пустыне В Опасности Между Лжебрchuck В Труде И Апостol Павел Павел . Часто В Голоде в голоде и жажде, часто в посте. Апостол Павел отличает. Голод – это одно, пост – это другое. И Апостол Павел пишет, часто он был в голоде и часто он был в посте. В прошлый раз я говорил, а поста чем отличается от голодания, от голодовки? На стужи и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех цеплях, кто изнемогает, с кем бы я и не изнемогал. Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Это место тоже надо очень хорошо понять. У Апостола Павла было такое сердце, когда он учтут или видел в духе, что кто-то соблазняется или кто-то уходит в соблазну, Апостол Павел тут же воспламенялся в душе святом. Он начинал молиться за этого человека, ходатайся за него и вымаливать его для того, чтобы человек был спасен и не впал в окончательный соблазн. Если нужно мне хвалиться, то буду хвалиться. И чем хвалится Апостол Павел? Он хвалится немощью. Немощью. Буду хвалиться немощью моей. Бог, отец Бог, подо нашего Иисуса Христа, благословенного веки, знает, что я не могу. В Дамаске областной правитель царя Арет, селил в город Дамаск, чтобы схватить меня. Я в корзине был спущен из окна по стене и сбежал его рук. 15 глава начинается так. Непорезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Апостол Павел имел очень хорошее такое чутье. Он говорит, можете так просто вникнуть, а то, что Павел подчеркивает, что есть какие-то вещи, которые мешают ему приходить к откровениям Господним. Он имел на самом деле чрезвычайность откровений. Одно из этих, когда человек начинает хвалиться. Хвалиться собой, хвалиться своим я. Я, 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 я. Много бесконечных каких-то я. Я вот это сделал, я вот это сделал. Но здесь апостол хвалится не своим я. И чем он достиг? Он хвалится своей немощью. И даже когда он хвалится своей немощью, он будет неполезным не хвалиться, потому что мне надо прийти к видению Господним, к откровению. Знаю человека во Христе, который на таком 14 лет в теле, не знаю, в мире тело, не знаю, Бог знает, восхищен был про третьего лета. И зная о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизлеченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Таким человеку могу хвалиться. Сапожей не похвалюсь, разве только немощи моими? Апостол Павел делает выбор. Я хвалюсь только немощи моими. Впрочем, если я захочу хвалиться, то не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозначился чрезвычайно с Украины, давно у меня жало вплоть ангел сатаны. И здесь вообще непонятно, когда я это. Начиналось ли это в Библию? Для меня это было непонятно, как Божьему мужу Бог допустил ангела сатану удручать его, чтобы он не провозносился. Тришды молило Господа о том, чтобы он удалил его от меня. И можно спросить, Господи, почему ты так делаешь? Девятый стих отвечает, но Господь сказал мне, довольны для себя благодати мои, ибо сила моя совершается в немощи. Сила моя, сила Божья совершается в немощи, когда мы немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалить со своими немощи. Вот оказывается, почему Пуслу Павла хвалится немощными стами. Он говорит, вот у меня вот это, вот это, вот это, вот это, я немощный, меня били, я страдал, я плавал, голод часто, пост часто, я источался внуков, для того, чтобы во мне отобразилась сила Божьего. Посему я благодушусь на десятости в немощи, в обидах, представляете, Павел пишет, я радуюсь, я благодушен, когда я в немощи, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях, за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен. А любовь, слава Нашему Богу. Апостол Павел пишет, кроме поставок и приключений, вот у нас вчера было такое, приключение на самом деле, но это абсолютно ничто, по сравнению с тем, что апостол Павел когда-то переносил, и конечно, если вот так все вот это просмотреть, и у меня всегда вставал такой вопрос, Господи Боже мой, апостол Павел сколько перенес, это был благословенный апостол, это был такой муж Божий, зачем это ему все было нужно? Мы сейчас на молитвенных собраниях, на внутренних проходим как раз книгодеяния, первые десять главные уже прошли, и мы там просто рассматривали жизнь вот этого замечательного мужа, замечательного человека, который занимал самое высокое положение в религиозном обществе, это был на самом деле фарисей из фарисеев, ему было чем фарисеев, на самом деле, это был чистый еврей, ну, чистопрованный, на самом деле, у него была великолепная такая, ну, уже такой, послужной список, он занимал очень высокий пост, он был членом высшего Синедриона, член высшего Синедриона, обязан иметь семью, то есть он был женат, у него была семья и сам, опять же, высшего общества, и в определенный момент, когда апостол Павел, он тогда еще был сам, он шел в Дамаск, брать, хватать христиан, чтобы садить их в темницу, потом апостол Павел пишет о себе, что я был тогда как изверг, настоящий изверг, который брать христиан, бросал их в темнице, сажал их, избивал их, убивал их и заставлял их, вот в Парисеи были в чем изощрены, они вспоминали то, что говорил Иисус Христос, о том, что самый страшный грех какой, который не прощается, Иисус Христос говорит, если вы будете курить сына человеческого, проститься вам, но если вы будете курить Духа Святого, не проститься вам веки сём, невеки будущем, и Сау когда-то принуждал христиан курить Духа Святого, можете представлять, заставлял делать христиан самые страшные грех, но они думают, что христиане соглашались, я думаю, что они шли до конца и просто эти фарисеи, они вынуждены были их убивать, представляете, насколько опасна религия, религия готова идти на крайние меры, христианство, истинное христианство, она это никогда не проет, но религия готова убивать, представляете, Иисус Лицо предупреждает, уйдут времена, когда вас, христиан, будут убивать за имя Мое, думая, что этим запом служит Богу, можете себе представить, как все перевернулось, религиозный мир настолько перевернулся, один из моих лучших, любимых проповедников, это православный человек, я к православию спокойно отношусь, это Александр Мень, я на его книгах вырос, Сын Человеский, это моя межлюбимая книга, я хочу сказать, что вот этому мужу, вот этого православного священия, который, я хочу сказать, вышел, ему было тесто в своих рамках, его просто зарубили наоборот, просто потому, что он был неуместен, он был не такой, как все, он был не такой, как все православные священия, пришелся неугодным, мне, конечно, очень просто больно, это то, что просто, ну, вот это священие, как он восстал, вы знаете, кстати, Александр Мень, он написал, ну, очень много книг, это была ходячая энциклопедия, и он очень спокойно относился к протестантскому церкви, среди его знакомых и приятелей были протестантские священники, друзья, с которыми он имел очень плотные взаимоотношения, общения, слава Богу, за таких священников, которые переступают какие-то рамки и говорят о том, что это все христианские церкви, это все наши братья, это все наши сестры, что нам делить, мы служим одному Богу, мы служим одному Господу и Существу. Но я хочу сказать, что сектанское направление, секты, это та церковь, которая заявляет о том, что мы одна, единственная церковь, которая вещает только правду и только мы правду, все остальные, это все ложь, это все сатанисты, это все обман, туда не ходите. Вот как раз сектанская церковь так и заявляет. Запомните, пожалуйста, признак сектанской церкви на символичном. Те, которые запрещают в эти другие места, наша церковь не запрещает, идите в православную церковь, идите, пожалуйста, в католические дети, это все наши братья и сестры. Если вы там нашли живого Иисуса Христа, если вы там нашли общение в Святом Духе, так тоже вам мешает. Идите за Иисусом Христом, туда, куда Он вас поведет. Аминь. Согласен со мной? На самом деле, вот это христианское отношение, на самом деле, слава Богу. Тогда мы на самом деле никого не принуждаем, мы никого не порабощаем, мы сами свободны и людям, христианам, даем свободу. И сегодня я хотел поговорить о том, что то состояние, в которое себя обладел апостол Павел, это, конечно, невероятно. Ты думаешь, зачем тебе, Павел, все это понадобилось? Потому что, когда он встретил Иисуса Христа, как живого, действительно, Бога, который пришел к нему просто в виде какого-то ослепляющего света, и он просто, апостол, будущее, потолпал, просто рухнул перед ним, вот этот фарисей, который имел все свои такие регалии, который нес письмо с разрешением хватать брать христиан и заключать их темницей. Он рухнул передусом Христом, кто ты, Господи? Я Христос, Я Иисус Христос, кому ты гонишь? Что поверечь, и делаешь, Господи? И вы знаете, на самом деле, вот это невероятная какая-то картина, в какой-то момент, когда Сау просто ослеп, он не видел, он написан не ел, он не бил, три дня, он не ел, не бил, и не видел, просто ослеп, три дня, он находился в состоянии какого-то шока, буквально, да, происходило какое-то полное переосмысление. Иисус Христос поставил его перевыбору. Ты можешь вернуться обратно, в Иерусалим, обратно можешь вернуться в свои все, регане себе вернулись, встать опять фарисеям из Борисеев, опять вернуться в Высший Синеприон, опять продолжать судить и пить христиан, а можешь пойти за мной, но вот это все тебе надо оставить. Я послал Павел, пишет в своем послании, ради Иисуса Христа я от всего отказался. Это человек, который мог реально, действительно, так сказать, потому что ему было от чего отказаться. В какой-то короткий промежуток времени он потерял все, он потерял свою семью ради Христа, потому что, ну я, просто опять же, теологи, они предполагают, что семья просто от него отказалась, потому что семья была из вышла, от религиозного вот так, в волосокловие. Вот. Ну это только предположение, но истинно говорит о том, что Иисус, Христос поставил перед Павлом выбор. Тебе нужно или все оставить, или оставить меня, оставить Господа Иисуса Христа и вернуться. Я апостол Павла выбрал идти за Иисусом Христом, отвергнуть самого себя, взять крест и следовать. Слава в какой-то степени даже самоизбурение. Но я не думаю, что апостол Павла сам себя славил, поставил в такие условия, но жизненные обстоятельства, потому что христиане того времени верили в то, что Иисус Христос придет уже скоро. Они находились в состоянии ожидания, что вот Христос уже грядет, и мы готовим ему путь, и мы сделаем все возможное, чтобы за короткий промежуток времени евангелизировать все эти страны, о которых мы только знаем на тот момент. И апостол Павел все служит посвятил именно этому. Практически в одиночку с небольшой командой 16 человек, примерно 15-16 человек, он основал очень много целей. Практически вся Малая Азия этого времени она была евангелизирована этим человеком. Слава Богу! Прекрасный пример. И сегодня в том, что был вопрос о том, что значит щадящий пост, потому что речь идет о библейском посте, просто раз я объяснял, что библейский пост это когда без воды и можно пить воду. Щадящий пост в моем представлении это тот пост, который если мы откроем книгу Даниила, пророка Даниила, то мы можем увидеть, что там тоже верующие дети Божьи, они тоже постятся, но как-то немножко по-другому. И давайте мы это место откроем, это у пророка Даниила, первая глава, самого первого стиха. Если у кого есть Библия, открывайте Библии, если у кого нет, то можно здесь сейчас на стенде прочитать. книга пророка Даниила, Даниила, первая глава, я начну читать, сейчас он появится. «В третий год царства, попали в Библия, попали в Библия, из рода царского и княжеского привел отроков, то есть это были отроки, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки, и смущенных и горных служить в чертогах царских, чтобы научил их книгам и выпухолдействам. Назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были представлены царя. Между ними были и сынов Иудиных Даниил, Анания, Месаил и Азарь, и переименовал их начальник ебдуков Даниила Балтаса, Ананию Сидраха, Месаила Месааков и Азарью Овдинаков, то есть дали им языческие имена. Даниил положил в сердце своем не оскверняться ястрами, создавая царство и вино, какой-то ее царь, и потом просил начальника ебдукова о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милости и благорасположения начальника ебдукова. И начальник ебдуков сказал Даниилу, боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и птили. Если он увидит лица ваши подачами, нежели у отроков сверстников ваших, то вы сделаете полную мою виновной перед царем. То есть была поставлена такая задача, чтобы эти отроки были всегда выпитаны и кормили самой прекрасной пищей, там было мясо, даже давали царское вино, но эти отроки решили отказаться. Тогда сказал Даниил Анилсан, который начальник ебдуков представил Даниилу Ананию и Саилу и Азарьи, сделай опыт над рабами твоими в течении 10 дней. Пусть дают нам пищу у овощей и воду для питья. И потом пусть явится перед такими лицами и лицами тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами к вам как у пищи. Он послушался их в этом и испытал и в 10 дней. То есть 10 дней они находились в таком щадящем постели. По истечении же 10 дней лиц их оказались красивее. И телом они были полнее всех тем отроков, которые питались царским ястром. Я думаю, вы понимаете, что там была также и нечистая пища, которым евреям было это просто запрещено. Есть, это была такая некошерная пища. «Тогда Амилсар брал и кушение, и вино, то есть он Амилсар забирал то, что им предлагалось царское мясо, вино, допитья, а им взамен давал овощи. И даровал Бог четырем всем отрокам знания и разумения всякой мудрости, книги и мудрости, а Даниилу еще даровал взумей и всякие видения и сны. По как эти отроки входили в какое-то такое особое состояние поста усещающего, Бог давал этим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. Естественно, конечно же, эти отроки еще в первую очередь молились и искали Лиса Господня, были очень ведущими людьми, несмотря на то, что они находились в очень стесненных обстоятельствах. Они попали, не забывайте, они попали в Растров. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Европав приставил их на Бухононосов. Исайль говорил с ними, из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Ананию, Месаилу и Азари, стали они служить перед собой. И во всяком деле мудрого усумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайновецов и волков, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кера. И лицом они были намного лучше других отроков, которые питались с царского стола. Ничего, что я много читаю. У меня, наверное, через какое-то время вообще можете назвать меня чтец. Потому что в основном я люблю читать, потому что когда читаешь, как-то трудно к этому что-то добавить или убавить. Мы читаем, мы смотрим, как написано на самом деле. Я хочу сказать, что если говорить про Язраиль, то там чаще всего вообще в основном читают и только немного толкует. Немножко дают истолкование из тюктуогента. И очень много читают. Поэтому мы тоже будем придерживаться такого права о том, что очень хорошо читать это безукоризненное слово Божие. Здесь мы видим, что? Мы видим, что отроки приняли решение взять именно вот такой щадящий пост. И почему сегодня говорю о том, что это был щадящий пост? Потому что речь идет о том. Это были дети. отроки так кто? Отроки буквально с 12 и максимально до 16 и 17 лет. То есть это были отроки, которые было до 12 до 16 лет, которые попали в такие стесненные обстоятельства. Вот наша молодежь попала в очень стесненные обстоятельства. Кто-то оказался может быть даже немного не готов, потому что не очень хочется летать вот этот грязный джип, особенно когда вот так дальше колесо вращается на тебя вся вот эта грязь летит прямо от тебя в лицо. Ну так так проверяется наша вера. Кто-то на самом деле чего ты стоишь? Или ты скажешь ой, я не хочу там делать и отойдешь и там. Вот в эти же примерные обстоятельства попали вот эти отроки, испытывали на ских верах и узнаете эти отроки показали себя просто невероятными. Они на самом деле чуть попозже их кидают в огненную печень. Представьте, что наших детей мы сейчас возьмут и начнут испытывать их веру и начнут их питать. Как бы на празднике посвященной Пятидесяльнице три девочки помните выходили читать тоже произведение «Вера, надежда и любовь». И это реально историческая история о том, что в основном деле исторический факт о том, что все эти девочки, которые они были совсем еще совершенно такие маленькие, их пытали за христианскую веру. В конечном институте они все погибли. И никто из них не отрекся от этого сухого листа. Вот чего стоит наша вера. Потому что кто-то сегодня может нас назвать фанатиком. Я с этим сталкивался уже много раз. Всегда когда в церкви начинаются посты, кто-то в церкви встает и говорит «Это фанатизм». Ну, знаете, на самом деле только потому, что человеку предложили или поставили передовар, ну, ты хотя бы ради Иисуса Христа можешь отказаться от пищи. Это фанатизм. Ну, знаете, если говорить про фанатизм, тогда апостол Павел это был фанатик, да? Ну, ты фанатик, он постоянно находился в постах, в голодании и в нужде. Это фанатизм. Петр был фанатик, все апостолы тоже были фанатиками. Ну, и самый главный фанатик, это кто, в конечном итоге? Сам Господь Иисус Христос. Тогда зачем конец церкви? Сейчас остыкывается цена твоей веры, цена твоего христианства. Если ты от еды ради Христа не можешь отказаться, что будет тогда, когда тебя в темницу посадят или по блинку ты скажешь. Это фанатизм ради Иисуса Христа, где мы сидим? Не так ли? Ну, апостолы через все это проходили. Именно когда они через все это проходили, тогда можно было назвать их христианами. Вот это христианик, правда? Не те, которые просто вот ну как-то. Мы пришли, мы отсидели, мы отстояли, мы пропели, мы христиане. Это еще не христианс. Согласен со мной? Я хочу сказать, что в постах испытывается наша вера. Это только первые шаги на самом деле. И несмотря на то, что это был щадящий пост, потому что это были дети, это были утраки, и на самом деле Бог это видит. Щадящие посты, они допускаются именно детям, подросткам, утракам, людям, у которых есть какие-то такие проблемы, серьезные проблемы со здоровьем, ну, например, сахарный диабет. Ну, на самом деле можно отказаться от мяса, можно отказаться от чего-то, можно продолжать в состоянии диабета продолжать кушать какие-то пленые овощи, и ты этим самым просто входишь в щадящий пост, и это нормально. И на самом деле ты входишь в какое-то особенное состояние, когда Бог начинает именно в этих постах давать тебе разумение, откровение, видение, твой голос начинает слышать там на высоте, ты входишь в более близкие взаимоотношения с Богом, именно в момент поста. сейчас я хочу это продемонстрировать на жизни пророка Даниила, потому что в 10 главе с 1 стиха здесь написано так, что мы продолжаем про Даниила, помним, что это отрек, в 3-й год Кира царя Персидского было откровение Даниилу, которое называлось именем Балтаса, истинно было это откровение и великой силой, он понял это откровение и разумел это видение. В эти дни я, Даниил, был все твои три сердца, то есть когда, давайте будем так четко запоминать, усваивать, потому что вместе со мной, что когда Бог дал великое откровение, великое откровение Бог дал Алтасану или Даниилу в момент поста, когда этот человек, этот отрок находился в сетване, три сердца. Сетване это какое-то осудное состояние, когда человек умоляет Господа Бога о чем-то, о своем народе, о каком-то духовном состоянии, о том, что Бог ответил на какую-то нужную, он входит в состояние сетване, Даниил и получает в момент поста великое откровение. Тридесяти вкусного хлеба я не ел, мясо и кло не входило в кустам и мастями я не мощал себя до исполнения трех сердца дней. Три сердца это двадцать один день. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел и вот один муж облеченный дневную одежду и через его опоясанный золотом из пупа за тело как топаз, лицо как век молнии, теология предполагает, что был сам Иисус Христос еще в те дни. Очи ему как горячие светильники, руки его и ноги его повину как блестящая медь, и глаз и чили ему как голос множества людей. И только один я Домиил увидел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталась слепость. И ведь, и самая очередь изначально изменилась, не стало во мне будущее. Ну понятно, потому что человек три недели находился в посте. И услышал меня глаз слов его, и как он услышал глаз слов его, в оцепенении упал я на лицо моё и лежал лицом в земле. Но водка снула с меня вука и поставила меня на камину и на клане рук моих и сказал он мне, Даниил, муж желания, то есть муж, который я желаю, вникни слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твоей, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом. Но он сказал, мне небось, Даниил, с первого дня, послушайте, с первого дня, как ты расположил сердце твоё, чтобы достигнуть разумения, и смирить тебя пред Богом твоим, то есть пост, изначально цель поста это смирение пред Господом. Слова твои услышаны, и я пришёл бы по словам твоим. Но князь Сааса пересистого стоял против меня 21 день. Речь идёт о духовном мире, о каких-то бесовских полчасях, демоническом войстве, которое производит там, на небесах или по небесе, правильно? Ну вот, Михаил, мы помним, кто такой Михаил, правда, да? Архангел Михаил, один из первых князей, пришёл помочь мне и остался там при царях пересисти. Речь идёт о каких-то духовных таких баталиях. А теперь я пришёл возвестить теме, что будет славодом твоих в последние времена, так как видение относится к отдалённым дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим земле, и он, я не белый. Ну вот, некто по виду похожий на слов человеческих, коснувся с куст моих я открыл уста мои и стал говорить и сказал стоящим предо мной, господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне и не стало во мне силой. И как можно говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, дыхание замерло во мне. Представляете, очень часто происходит, как очень многие божьи люди описывают состояние поста, когда они просто смирялись своей души, смирялись перед Господом, находились в таком тщательном посте именно с целью достигнуть небес, пройдясь через поднебесие в этой молитве, чтобы их голос был услышан в каком-то состоянии такое, знаете, просто потом мы чуть попозже прочитаем про апостола Петра. В каком состоянии апостол Петр находился, когда он на крыше был? Ты помнил. Состояние иступления, правильно? Ты входишь во время воска в состоянии какого-то иступления, жажды по Богу. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. И сказал, не бойся ему желания, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился. Если помните, я рассказывал про свой пост, когда я был совершенно в таком ослабленном состоянии, я молился и Бог просто продымал меня. Хотя на самом физических сил уже никаких не было. И сказал, говори, господин мой, и в одну укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращу, чтобы бороться с князем персийским, а когда я выйду, то вот придет князь Греция. Впрочем, я возвещу тебе, что начертанно написание и нету кого, кто поддержал меня в том, кроме Михаила, мнязя вашего. Вот эта глава, которую я все прочитал, она описывает такую духовную брань, в которой пророк Нил принимал прямое, непосредственное участие. Он тоже ввел какую-то брань, и вы знаете, вот Библия говорит о том, что с первого дня поста Бог на самом деле слышал его молитву, но ответил только после 21 дня поста и молитву. И вот можете себе представить о том, что если мы постимся только один день, или постимся только три дня или семь дней, у нас нет навыка поститься 21 дней или как постились Моисей или Илья или Самый Иисус Христос 40 дней, то мы чего-то не достигаем. Вот этой победы, которая на небесах происходит, она может не произойти, потому что кто-то не ревнул, кто-то на стол, кто-то думает, что нормально, зачем не поститься, вообще зачем не обходить в состояние какого-то стенания, ради кого, и что это делать. Я хочу сказать, что ты на самом деле еще ничего не понял, к чему призван христианская цель, она призвана. Я приводил одно место, которое написано говорит о том, что сей тух изгоняется по 100 молитву. Помните, сей тух это уже ноздри, это слова самого Господа Иисуса Христа, есть обленные духи, которые мы можем изгнать не только молитвы, но постом и молитвой. И вот эта брань, которая происходит на небесах, очень хороший пример, который прямо сейчас прочитал. Пророк Дамин участвовал в каком-то обленном сражении, победа которая произошла только на 21 день его поста. Аллилуйя, слава Нашему Богу. И это речь идет о отроке, о ребенке, который находился в состоянии щадящего поста. Что касается взрослых людей, то я думаю, что если у тебя хорошее здоровье, если у тебя на самом деле ничего не страдает, если у тебя нет какой-то такой именно физической проблемы или какую-то туго, я говорю, что в Библии тебя Господь призывает тебя по полному посту, по полному посту, хотя бы начинай на самом деле один день. На этой неделе у нас планируется трехдневный церковный пост, и я опять же повторяю, что мы к этому посту опять же никого не будем принуждать. Тот, кто готов, тот, кто готов идти за Иисусом Иисусом, тот, кто готов отказаться. Вы знаете, на самом деле посты это что-то очень уникальное. И опять же говорю, то, что мы каждый раз сталкиваемся с одним и тем же. В церкви, когда начинаются посты, сразу начинаются какие-то просто невероятные катаклизмы. Просто все как-то меняется. Такое ощущение, что вот этот Иисусский мир, который мы не видим, который в последнее время стал еще более и зажжет, он просто восстает, и начинаются какие-то вот такие перетряги в семьях, начинается ссора, начинается что-то вырезать, как Иисус предупреждает. Двое восстанут против трех, трое восстанут против двух. Потому что я не мир принес на эту землю, но что? Иисус Иисус говорит, но меч. И вот это интересное состояние. Просто что-то начинает происходить и говорить о том, что-то делаешь, это фанатизм. Перестань это делать, давай кушай, кушай. Такое ощущение, что бесы через еду они удерживают такую массу людей, и человек уже не может себе даже представить. То есть, можете представить, насколько поропущено наше мышление или наше тело или наше плоть, если мы даже одного дня не можем продержаться ради Господа Иисуса Христа без пищи. Я говорю на самом деле о графстве. Это настоящий графстве. Тем более уже три дня. Три дня это уже более серьезно, но у нас будет такой пост, опять же, мы начинаем этот пост, он будет здесь выстречен потом и влюблением, потому что пост начнется в среду, и в среду утром мы хорошо позавтракаем, то есть нормально позавтракали хорошо, и потом мы начинаем пост, мы пропускаем обед, ужин в среду, четверг мы постимся, опять же молимся нашему Господу и цель нашего посту сегодня это наше с вами очищение, наша с вами святость, наше искание Господа и в пятницу вечером на домашней церкви, потому что мы в основном в пятницу собираемся по домашнам, мы вместе будем выходить, потому что вместе как-то спокойнее, я хочу сказать, что мы друг друга можем как-то немножко поддержать, да, и проконтролировать то, что выход из поста должен быть очень тоже таким осторожно, я хочу сказать, что очень, да, немало количества людей погибло, не потому что находились в сорокатневных постах, а потому что неправильно вышли из поста, а самое опасное, конечно, это выход из сорокатневного поста, потому что, если неправильно выходить, я, например, знаю один случай, когда человек после сорокатневного поста вышел тем, что съел практически полбарана, он съел, и в этот же день он скончался, замроток и шел, потому что баранина это очень тяжелое мясо, на самом деле, то есть баранье жир считается одним из самых твердых жиров, у него просто все в желудке остановилось, ну, вот этих вещей, то есть я как пастырь, как врач, обязан нас, конечно, вот как бы снарядить и вооружить, а то, что из поста надо очень выходить очень осторожно, в основном это просто салат, то есть сколько ты постичь, если ты постичь три дня, то потом три дня надо и выходить на салатах на воде, можно соки, овощные соки, именно такие щелочные соки, которые сделаны из свеклы, из морковки, из капусты, разводите еще водой и тоже пить их как соки, это тоже очень важный такой момент, устроен? И эти три дня поста они будут у нас с водой, то есть мы пока еще не такой нужны, чтобы поститься пока еще без воды и без пищи, потому что я верю в то, что книги из Фили, прочитайте, пожалуйста, эту книгу, описывается особенный пост, когда Израиль, весь Израиль вместе с детьми и вместе с животными, вместе с коровами, вместе с домашними животными вошли состояние поста и три дня ничего не ели и ничего не пили. Почему? Потому что вся эта нация, весь избранный народ готовился на искрепление, то есть если бы они не вошли в это состояние, я верю в то, что эта нация была на грани, на самом деле полное уничтожение, готовился выйти в указ о том, что убить каждого еврея, каждого еврея и на самом деле это реально они могли бы воплотить. Но весь Израиль вошел в Сатане в особенном постах. У нас еще нет такой нужды, но я верю в то, что когда такая нужда возникнет и мы пойдем в такой пост, Бог очень быстро ответил на наши молитвы, потому что мы такой пост уже проходили, это очень благоскоренный пост. Еще одно место, последнее место, которое я сегодня хочу открыть, это пост апостола Петра. И это написано в книге «Деяния», 10 глава. 10 глава с первого стиха. В Кесарине был некоторый муж именем корниль и сотник из полка, называемого «Италийским». Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И речь сейчас идет об язычной, о солдате, о бойне, который я верю, что воевал, потому что это был сотник именов, хороший такой воинский послужной список. И тоже такой вот момент о том, что одновременно это было благочестиво, боящееся Бога человека. Он виден и ясно видел около 9-го часа дня ангела Пожего, который вошел к нему и сказал ему Корнили. Несмотря на свою благочестивость, Корнили был не спасенный человек, хотя он был благочестивым, сейчас мы поймем. Он же, взглянув на него испугавши, сказал, что господи, ангел отвечал молитвы твоей и милостыни твои пришли на память пред Богом. И так пошли людей в йоге и призвись Симона, называем вам Петром, то есть апостола Павла, апостола Петра призови. Он гостит у никого Симона Гожевника, который он находится в прямой, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть, сотни был не спасен, хотя молился Богу, хотя был, он на самом деле очень даятель, очень жертвованный человек, но Бог не спасен. И нужен был человек, который ему скажет слова, которыми ты спасешься. То есть, мы очень часто недооценим слова, правда, мы думаем так, как нужно спасти слова? Ну, кто-то там что-то сказал, ну, потом, что кто-то что-то сказал, ну, мало ли, кто что-то говорит. Но, можете себе представить, что Петр пришел, что-то сказал и спаслась целая семья, спаслась и вошла в Царство, и Божье. Аллилуйя, правда, да? Нам надо оценить слова Божьего, что мы спасаемся Словом Божьем. Вера, слышание, слышание Словом Божьем. Я уже заканчиваю немножко терпением. Когда Англ 7-го стиха, говоришь, и с Карнилем отошел, он призвав двоили своих слуг и благочестить силу военность, находившихся при нем и рассказав им все, послал их Петр. На другой день, когда вишни приближались к городу, Петр около 6-го часа взошел наверх дома помолиться. И он почувствовал, и почувствовал он голод и хотел есть. То есть, Бибель говорит о том, что он находился в посте, между тем, как преднавляю, он пришел в выступление. Он находился в посте, находился в выступлении. И видит отверстное небо, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, приспыхающиеся и птицы небесные. И Бог ему глаз, встань, Петр, закали и ешь. А то, что там внутри находилось, это пресмыкающиеся, это в основном это нечистые животные, птицы, там, пеликаны, фламинки, там, какие-нибудь, да, трокодилы. Для еврея это нечистая вещь. Когда Петр это увидел, ну что это такое вообще? Петр сказал, мне, я никогда не ел, я никогда не ел, ничего сверного или нечистого. Господи, что ты мне предлагаешься? И был глаз, в другой раз, что Бог очистил, того не почитая, нечистым. И было, это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр не надумевал себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужик, позданный Корнилием, разбросив о томе Симона, остановились у ворот. И к Итуму спросили, есть ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, Дух сказал ему. Вот кому сегодня Дух Святого так напрямую говорит? Помашите рукой. Слава Богу, что есть среди нас, да? Люди, которым и Бух Святой говорит. Это на самом деле особое состояние. Я хочу сказать, что в основном, чаще всего, вот это состояние приходит после постов. Петр говорил, здесь речь идет о том, что Бог ввел Петра в состояние какого-то иступления. Петр находился в состоянии поста, и Дух Святой ему говорил. Дух Святой показывает ему видение. То есть, насколько важен пост. Можете сегодня оценить? Я хочу сказать, что как часто, люди не достигают вот этого блаженного состояния, потому что они имеют неправильное представление о посте, потому что они занимаются голодовкой, голодовкой, или просто переходят на какую-то просто щадящую диету, и занимаются просто диетотерапией. и не входит в состояние иступления и искания господа. Тогда не ожидай, что Дух Святой заговорит с тобой. С Петром Дух Святой разговаривал напрямую. Дух сказал ему, вот три человека ищу тебя, встань, садись, и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, садя к людям, присланным к нему, от Корнилия, сказал, я тот, которого вы ищите. За каким делом пришли вы? Они же сказали, кормили сотни в нуждоподетели и боящихся Бога, одобряемых всем народам иудейским, даже фарисеевы одобряли. Получилось святого ангела повеление призвать тебя в домство и послушать речей твои. Когда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев и аэрисских пошли с ним. В следующий день пришли они в Писанию, кормили же ожидал их, создав родственных своих и близких друзей. Когда Петр входил, кормитель не встретил, поклонился и бав к ногам его. Упал. Петр же, по-нефтью, вы говоря, встали, я тоже человек. В беседу с ним пошел в дом, вошел в дом и нашел в дом и собравшимся и сказал, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться и разближаться с иногуменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. То есть, кто были вот эти животные нечистые, которые опускались в волоке? Это были яйки, это были различные нации. Там были и русские, и украинцы, и казаки, и кореньцы, и болгары там тоже были. Аминь. И через это Бог, через это видение во время поста открывает их труп, что не почитай ни одного язычника чем-то нечистым или чем-то сверным, потому что я, Бог, очистил эти нации. Скажи Аллилуйя. Бог очистил тебя. Аминь. И сказал ей 29-го стиха, посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. И так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я что делал? Я постился. Корнилий Собик тоже постился. И Бог ему ответил во время поста. И все мы можем видеть пост, пост и молитву, пост и молитву, пост и молитву, пост и молитву, Павел, пост и молитву, пост и молитву. Сотни корнилий я постился. До четвертого, до теперь идем отчасти, и в девятом часу молился в своем доме, и Бог стал прида мной муж светлой одежде. И тут вот мы уже читали, да, это о том, что Бог через ангела ему сказал. И с 34-го стиха Петр восклицает. Петр отверстку стая сказал, истинно познаю, что Бог не лицеприятель. Но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен, во всяком народе, боящийся Его, поступающий по правде, приятен, для Бога нет разницы. Он не смотрит на нас, он смотрит на сердце человека. Он послал сна, израильную, слово, благоветство, мир, через Иисус Христа, си есть Господь всех. И апостол Петр начинает им проповедовать об Иисусе Христе. Это центральная тема проповеди. И сегодня, ничего не изменилось. Центральная тема проповеди, кто? Это наш Господь Иисус Христос. Давайте никогда не будем об этом забывать. Потому что Он есть все, во всем полната наполняющая, есть только одно имя, которым надлежит нам спастись. И именно вот это слово апостола Петра, о котором он проповедовал вот этой семье, это слово спасло эту семью, как Бог обещал, и Сонника кормили, потому что этот человек был еще не спасен. И дальше я уже заканчиваю. С 44 стиха написано так. Когда Петр еще продолжал эту речь об Иисусе Христе, Дух Святой сошел на всех слышавших Слово, то есть на всех присутствующих язычников, и верующий и забреженный пришедший с Петром, то есть евреи, изумили, что Тар Святого Духа излился и на язычников. Это был первый случай, когда Ту Святой излился и на язычников, то есть Он излился на нас, скажи, Он излился на меня. Ибо слышали «Язычники, говорящими языками и величайших Бога». То есть я думаю, что язычники начали говорить языками, даже заговорили на еврейском языке, начали их не смотрят понять, и начали говорить на каких-то разных диалектах, из которых евреи, те же самые евреи, пришли из этих земель. Ибо слышали говорящих языками и величайших Бога, тогда Петру сказал, кто может запретить креститься в одной тем, который, как и мы, получили Святого Духа. И веленый креститься во имя Иисуса Христа, потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Аминь. Слава Нашему Богу. Прекрасные места, правда? Места, которые говорят о том, что и как Бог очень быстро и мгновенно отвечает мужам Божьим, людям Божьим, верующему человеку неважно сестра или брат, он отвечает очень быстро, когда верующий человек входит в состояние иступления, искания Господа, моления, прошения, благодарения, какой-то иступленной молитвы, но не только молитвы, но также и поста. Когда ты ради Иисуса Христа от чего-то отказываешься, от чего-то зерного, то, что там на небесах нам будет совершенно не нужно, абсолютно не нужно. Ты входишь ради Иисуса Христа для того, чтобы вводить еще более близкое общение с Иисусом. И тогда что происходит? Бог начинает с тобой разговаривать, Он начинает тебя обозумлять видениями своими. Как думать, это серьезно? Поэтому я думаю, что если ты хочешь вот что-то вот это хотя бы к этому прикоснуться, без поста это просто невозможно. То есть по-любому надо пройти через пост. И поэтому, конечно, я благодарен Богу, что я верю, что наша церковь до этого доросла, и сейчас мы будем практиковаться. В этих постах я верю, что это по откровению от Духа Святого. И кто насколько созрел, например, у нас объявлен трехдневный пост, но это не значит, что все будут поститься. Ну, кто не готов, кто может не поститься, конечно. И это не значит, что все будут поститься три дня. ты можешь избрать избрать для себя какой-нибудь один из этих трех дней. Или среда, или четверг, или пятница. Но, если ты изберешь три дня, я хочу сказать, что ты получишь большее благословение. Болевность своей. слава Богу, что у нас вообще живой Бог. Сегодня Бог подтверждение как бы выкачания вот этих посторонних приключений. Сегодня Наташа мне рассказывает я сплю, просыпаюсь от какого-то стука на балконе и что-то упало. И выхожу на балкон, а там какая-то птица лежит. И голова разбилась и кростичет. И говорит, я боюсь туда, ну, как, заходите, а мне надо пелье, поешь, иди там, разберись. Ну, я пошел, ну, выхожу, и, вы знаете, я вижу интересную такую картину. Лежит молодой сокол. То есть, я, ну, так, в хищниках разбираюсь. Или соколы, или гречек. Я не могу так, конечно, чтобы там, я не являюсь таким орнитологом, чтобы, птицеведом, чтобы там отличить. Но вижу, что маленький хищник с таким очень острым плюм, ну, апелином, коричневой такой, раскраски, с разбитой головой. Я так предполагаю, потому что этот хищник накутался, потому что у нас сейчас там ласточки завелись, они очень маневренные, я просто во время ухода просто не рассчитал немножко, и просто ударился думаю, почему он упал на меня на наш балкон? Знаете, я, как бы, имею какой-то вот такой духовный опыт, я начинаю молиться, говорю, Господь, это все не случайно, открою мне, пожалуйста, что это, о чем это говорит. Я, вообще, честно говоря, я как-то в прошлом году видел, как у нас хищники летают, охотятся за птицами. и это очень такое величественное, ну, там более крупные, в прошлом году летали более крупные, такие два хищника, они летали, пари и над нами. В этом году я вижу его на балконе, и вы знаете, Бог не просто отвечает во время молитвы, что делал тоже, он ходит, или охотится за нами, Библия говорит, что он охотится за нами, как лев, он не лев, он только как лев, он подстраивается, и сейчас, кого он будет поглотить, он охотится, он тоже хищник, сокол это не чистая птица, и вы знаете, на самом деле, в африканское саванне есть такой хищник, который подстраивается под льва, но на самом деле он не лев, и как вы думаете, что это за животное, это животное и носит имя Гиена, у них такие загребки, они подстраиваются под льва, многие животные их боятся, потому что они думают, что это лев подошел, на самом деле, это трусливое животное, оно охотится на других животных, скапливается в угонной стае, и обычно нападает на других животных, на антилот, подкрадываясь ночью, незаметно, ну, все поводки дьявола, но на самом деле это не лев. Аминь, да? И на самом деле, это животное, оно очень боится настоящего, потому что когда настоящий лев приходит, понятно, что Гиена, она убегает. О чем это говорит? Говорит о том, что дьявол, он охотится за нами, он ищет тех христиан, которые не потруствуют, я хочу сказать, которые не знают понятия апоста, которые не апостятся, которые мало молятся, и не имеют понятия апоста. И находят какие-то известные места, вот я приводил место, когда написано, что сластолюбимая, что написано? Зажим умерла. Страшно да звучит. Сластолюбимая, зажим умерла. О чем это говорит? О том, что какая-то женщина любит сладкие конфеты, да и поэтому она умрет раньше времени, что ли? Нет, абсолютно нет. Когда я разбирала это место вписании, понятие сластолюбимой больше переводится на нас в современный язык, как любовь к комфорту, на самом деле. То есть, любовь, какой-то сладкой жизни, любовь к каким-то удовольствию. То есть, когда человек привык жить в каких-то комфортных